Добрый день, друзья и коллеги! С вами опять Наталья Луната и моя минутка о войлоке. Несколько дней мы с вами не виделись, но и вот встречаемся наконец-то опять. За это время я получила очень много писем. Один из часто повторяющихся вопросов, это с чего начать валять войлочную одежду. Я надеюсь, что у вас уже есть некоторый опыт, по крайней мере, вы попробовали сделать пару цветочков, какой-нибудь чехольчик там для очков или для телефона, один-два шарфика, а может быть даже большой палантин. И вот тут действительно хочется перейти к каким-то более основательным вещам, действительно попробовать делать какую-то одежду. На мой взгляд, оптимальной была бы такая последовательность. жилет, да, потому что тут как бы валяя жилет, вы учитесь строить первую выкройку по фигуре, но жилет вот именно приталенный, да. Вторая, наверное, в последовательности вещь, это даже не платье без рукавов, а сарафан, ну потому что эта вещь более многофункциональная, и вы можете его носить потом по-разному. Следующая вещь, это юбка, потому что на юбке можно отработать варианты разнообразной посадки на талию, и потом уже только пойдут вещи с рукавами, плечевые изделия более серьезные, ну шубы, пальто, брюки, это вот уже вещи максимальной сложности. Я себе эту последовательность вижу так. Попробуйте, и я уверена, что у вас все получится. Субтитры создавал DimaTorzok